Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфар. Сегодня среда, 21 сентября 2022 года, 210-й день войны путинской России против Украины, время 7 часов 6 минут по Киеву и Иерусалиму, и мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор событий на Украинском фронте. Мой друг и соведущий этой рубрики Руслан Рогованов, он сейчас находится, ну назовем так, в служебной командировке, поэтому сегодняшний выпуск я проведу в одиночку. Президент Украины Владимир Зеленский, он обратился к нации в связи с тем, что Кремль объявил, что в последнюю декаду сентября пройдут так называемые референдумы на оккупированных территориях. Президент Зеленский объяснил, что эти референдумы не будут иметь никакой юридической силы, что позиции Украины не изменятся, независимо от того, что там Кремль анонсирует. И то, что там в Кремле затевают, это совершенно никого не интересует. И тем более, что, как сказал Владимир Зеленский, ситуация на фронте говорит о том, что инициатива остается в данный момент за Украину. Ну, в принципе, тут я не знаю, кем нужно быть, чтобы не согласиться с Зеленским по той простой причине, что эти объявленные так называемые референдумы это форменный идиотизм. Проблема проста. Дело в том, что у любого государства есть международно признанные границы, а эти референдумы не признает никто. Соответственно, ни малейшей юридической силы они иметь не будут. Ну, с таким же успехом Кремль может объявить, что мы тут решили провести референдум о присоединении Аляски к Российской Федерации. Все, мы его провели, теперь Аляска наша. На самом деле, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что все технологии, какие только возможны, я имею в виду технологии фальсификации, они были уже опробованы в Российской Федерации, поэтому это и другая оборотная сторона медали, что мир понимает цену этим референдумам. Они там могут нарисовать любые результаты. Это все понятно. Возникает другой вопрос, зачем Кремль это делает. Это делается исключительно для внутреннего употребления, и это тоже нужно отдавать себе в этом отчет. Что теперь, в соответствии с новыми поправками в законодательство, которые приняла Госдума Российской Федерации, теперь любой человек, который отрицает легитимность этих референдумов или говорит, что Донецк, что вот эта территория Абло, а также Херсон, а также Запорожье, они не принадлежат России, тот становится в Российской Федерации уголовным преступником и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но ситуацию это не меняет. Как известно, вчера Владимир Путин, он анонсировал какое-то спецзаявление, анонсировано оно было на 20 часов, потом по московскому времени, потом оно было перенесено на 21 час, потом оно было перенесено на 22 часа, теперь в данный момент вот на 7 часов 10 минут по Киеву, Иерусалиму и Москве, сейчас известно, что оно должно состояться сегодня в 20 часов. Ну, это свидетельствует только о панике в Кремле, о чем сегодня говорил утром Геннадий Владимирович Гутков. Тем не менее, есть предположение, что Владимир Путин может сказать в этом своем обращении. Не могу, дорогие друзья, этим поделиться и, как говорится, не благодарить. Ну, естественно, после этих слов сложно не сказать столько славы Украине. Молодец, Владимир Путин. Но, прошу прощения, но в данной ситуации это все понятно, это все очень весело, но тем не менее мы обязаны признать, что Россия по-прежнему придерживается тактики разрушения украинской инфраструктуры. В частности, стало известно, что был нанесен удар по дамбе в печенегах Харьковской области. Эту карту вы сейчас видите на экране. Но здесь этот тупой садизм, я не могу объяснить ничем иным, как просто желание, какое-то вот малопонятное желание просто уничтожения украинской нации. И я полагаю, что это можно назвать уже украинским холокостом. Хотя инициатива по-прежнему на фронте остается за Украиной. Стало известно, что группа вагнеровцев, количество уточняется, называются разные цифры, поэтому я сейчас никакие цифры даже приблизительные называть не буду. Но именно те, кого нанял господин Пригожин в российских зонах, они в полном составе сдались в плен в СССР. Ну что ж, это не может не радовать. И в данной ситуации это было единственное правильное решение. Хотя в этой части я обязан подчеркнуть, что частная военная компания комбатантом не является. И, соответственно, под Женевскую конвенцию никоим образом не попадает. Поэтому в данной ситуации этих господ ждет тюрьма. Правда, куда более комфортабельная, нежели российская. Правда, у этих вагнеровцев есть вариант воевать за Украину с тем, чтобы заработать себе не фейковую, а натуральную амнистию. И действительно, в итоге выйти на свободу с чистой совестью. Тем более, что мы знаем, что Украина ведет современную войну, защищается от российских агрессоров современными средствами. Соответственно, шансов выжить для этих вагнеровцев будет куда больше, нежели в так называемой армии Пригожина. Кстати, в этом плане я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие друзья, на одну интересную деталь. Дело в том, что сейчас в России складывается крайне забавная ситуация, что теперь фактически там четыре армии. Это Министерство обороны, подчиняющееся Путину. Это Росгвардия, подчиняющаяся Золотову. Это ОПГ ЧВК «Вагнер», подчиняющиеся Пригожину и Кадыровские войска. Да, кстати, господин Кадыров, он в очередной раз сделал новое, крайне грозное предупреждение, что, так сказать, все теперь переходит к новой тактике спецоперации, позвольте, к цитату. Все, переходим, Дон, к новой тактике спецоперации Дон против укронацистов Дон. Больше возиться Дон, с ним не собираемся Дон. Все наши прежние действия Дон, им теперь покажутся детскими шалстями Дон. Но это понятно. Дон Кадыров, главнокомандующий тиктокными войсками, сделал очередное предупреждение. Правда, я в этом месте хочу добавить китайское предупреждение или, как теперь правильно говорить, чеченское предупреждение. Я напомню, откуда родилась эта фраза. Дело в том, что в годы Вьетнамской войны Китай много раз делал Соединенным Штатам последнее предупреждение. И вот уже после завершения Вьетнамской войны журналисты Нью-Йорк Таймс, они подсчитали, что количество предупреждений, которые Пекин тогда обозначил последними, они измерялись трехзначными цифрами и приближались к тремстам. Там что-то было 285 или какая-то вот такая цифра. Отсюда и пошло ироническое выражение «последнее китайское предупреждение», которое означает, что на данную трепотню можно просто-напросто не обращать внимания. Теперь я вынужден сделать вывод, что, наверное, «последнее китайское предупреждение», оно уже, это выражение, устарело. Теперь правильнее говорить «последнее чеченское предупреждение». Ну что ж, это будет правильно. Друзья, это все, что я сегодня хотел вам рассказать. Огромное всем спасибо за помощь, которую вы оказываете спецподразделению Хорта. Вот вы видите, какой сейчас остаток на счетах. Благодаря вам приобретается экипировка для спецподразделения Хорт. Но, дорогие друзья, я еще раз вас прошу. Пожалуйста, помогите еще. Ну, осталось недолго. Ну, понимаем, устали все. Но помочь спецподразделению Хорт необходимо. Потому что мы понимаем с вами, что Украина защищает в данный момент весь цивилизованный мир. А посему слава Украине! До встречи, друзья! До завтра! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok